Привет, дорогие бигиннеры! Сегодня мы с вами узнаем, что такое Past Simple. И к концу этого урока я вам обещаю, что вы сможете рассказывать о себе или о том, что с вами произошло в прошлом времени. Итак, поехали! Вот она наша таблица, которую мы с вами постепенно заполняем. Present Simple мы разобрали на прошлом уроке. Сегодня мы разбираем Past Simple. Вот этот квадрат сегодня мы будем заполнять. Мы используем Past Simple, когда мы хотим сказать о том, что произошло с нами когда-то. Какое-то обыкновенное действие. Например, два года назад я ездила в Австралию. То есть это обыкновенное, может быть, регулярное действие в прошлом. Я встретил своего соседа вчера в магазине. Каждый раз, когда я хотел сходить в кино, я звонил своему другу. То есть самое главное, запомните, что Past Simple переводится «прошлое» в «простое». И отсюда отталкиваетесь. И отсюда еще одна подсказка. Со следующими словами всегда вы будете употреблять Past Simple. Вчера – вчера. In 2005. То есть когда мы хотим сказать, что в каком-то году что-то произошло. Мы используем предлог in – в 2005. Также мы употребляем Past Simple со словом last – прошлый. Last year, last month, last week, last Friday. В прошлом году, в прошлом месяце, на прошлой неделе, в прошлую пятницу. И со словом ago – тому назад. year ago, month ago, week ago, two days ago. Год назад, месяц назад, неделя назад, два дня назад. И добрались мы наконец-то до самого интересного. Как строить предложение в Past Simple? Я думаю, что многие из вас уже знают, что у глагола есть какие-то три непонятные формы, которые пишутся по-разному и произносятся по-разному. И так до сих пор и непонятно, что это такое и зачем это надо. Глаголы подразделяются на правильные и неправильные. Давайте начнем с неправильных. Вот неправильные – это и есть те глаголы, такие неправильные, они глаголы-проказники, у которых и будут вот эти три формы, которые надо запоминать. Они пишутся и произносятся по-разному. Итак, глаголы бывают правильные и неправильные. Давайте начнем с неправильных глаголов. Неправильные глаголы – наши проказники, которые у нас изменяются, и их необходимо запоминать, к сожалению. К примеру, три глагола – видеть, встречать, идти. Первая форма – это начальная форма, инфинитив. Вторая форма – это именно то, что нам надо. Именно эту форму мы используем в Past Simple. И о третьей форме мы поговорим немножечко позже в наших следующих уроках. Но в данный момент нам надо сконцентрироваться на второй форме. Переходим к правильным глаголам. Они у нас правильные, поэтому образуются очень легко. Мы просто прибавляем окончание –иди. To help – helped – helped – помогать. Вторая и третья форма образуются путем прибавления окончания. To play – played – played. To work – worked – worked. Здесь ничего сложного нет, поэтому эти глаголы и правильные. Концентрируемся на второй форме глагола. Запоминаем, что именно вторая форма глагола нам нужна для Past Simple. Ну что, настало время немножечко потренироваться, немножечко уяснить, прояснить и закрепить пройденный материал. Давайте возьмем, к примеру, предложение. Вчера я видел твоего друга. Ну, как вы думаете, как это предложение будет звучать на английском языке? Давайте переведем вместе это предложение. Вчера я видел твоего друга. Видеть – неправильный глагол. Чтобы не запутаться, мы всегда помним про прямой порядок слов и начинаем с подлежащего. Теперь на втором месте у нас сказуемое – видел. Помним, что мы берем вторую форму глагола. Saw your friend – твоего друга. Yesterday – вчера. I saw your friend yesterday. Давайте попробуем еще перевести одно предложение. Я помог своему соседу на прошлой неделе. Также начинаем с прямого порядка слов, с подлежащего. I – помогать. Это у нас правильный глагол. Помним, что мы берем вторую форму. Helped my neighbor last week. I helped my neighbor last week. Ну, а теперь переходим к таблице. Еще раз все это наглядно посмотрим, закрепим. И мы с вами увидимся в следующем уроке обязательно. В следующем уроке мы будем делать упражнения на эту тему. Вот наша таблица времен, которую мы постепенно с вами заполняем. Переходим к past simple. Ищем этот квадрат. Сначала записываем сигнальные слова, то есть слова, по которым мы понимаем, что нам надо употреблять именно это время. А теперь зафиксируем самое основное, то, что нам надо запомнить. Мы используем у глагола вторую форму. Со всеми местоимениями мы просто используем вторую форму глагола и помним, что глаголы бывают правильные. Если правильные, то мы подставляем окончание иди и образуем формы. И неправильные глаголы. В данном случае глагол идти. Go, went, gone. Вот и все, то, что нам надо знать на сегодня. Помните, что наша таблица времен – это ключ к успеху. Самое главное – фиксировать самые основные моменты. Если вы один раз уже разобрались в каком-то времени, то в любой момент, когда вы подзабыли, что такое past simple, как его употреблять, вы сразу заглядываете в нашу таблицу и сразу мгновенно все вспоминаете, потому что вы видите подсказку «вторая форма глагола». Вот наша таблица целиком в данный момент сейчас так выглядит. Мы заполнили с вами уже два времени – present simple и past simple. Не забывайте, что эту таблицу вы можете скачать по ссылке внизу или можете сами, если хотите, от руки нарисовать и постепенно заполнять так, как вам удобно. И мы с вами увидимся в следующем уроке. Будем делать обязательно упражнения на эту тему. Продолжение следует... Вesz Qatar